Так, промываем кофемашинку. Для этого необходимо зайти в меню и нажать вот эту вот мочалку. Мочалочку нажимаем, и здесь будет первая программа очистки, видите? Если делаем это вечером, то с отключением. Если делаем это с утра, то без отключения. Надо всегда делать вечером, перед ночной, ну как бы, чтобы машинка в ночь уходила чистая. Нажали, теперь нажимаем старт. Тут все на экране написано. Нажали старт, жидкость для очистки приготовлена. Нет, не приготовлена. Значит, мы берем пивной стаканчик, наливаем просто водопроводной воды. Теперь открываем средство. Вот так вот открываем. И наливаем 50 миллилитров средства. Сейчас мы заметим, сколько это в мерном стаканчике. Вот, в мерном стаканчике это чуть больше середины. Вот сделали отметочку, теперь берем, выливаем это вот сюда вот в жидкость. Берем второй такой же стакан пустой пивной. Ставим его под узел выдачи, берем молочную трубочку и опускаем вот в этот стаканчик. Значит, здесь теперь машинке отвечаем «Да». Нажали, да? И пошел процесс. Вот эта жидкость сейчас промывает капучинатор. Объясняю, зачем нам понадобится вот это теплое промывочное средство. Если у нас очень сильно загрязнилась трубочка молочная, то мы ее сможем снять и замочить в теплом средстве вот здесь на ночь. А профилактически сейчас машинка промылась. Все. Теперь бросайте на пол, например, вот сюда. Ну, оставшиеся средства можно сюда также вылить. А этот стаканчик нужно помыть и набрать чистой воды. Потому что машина сейчас просит у нас «Вода для промывки приготовлена». И вот мы сейчас будем устанавливать промывочную воду и нажимать кнопочку «Да». Так, все, вода для промывки готова. Убираем стаканчик и нажимаем кнопочку «Да». Машина полоскает систему капучинатора. Так, машинка просит ежедневно очищать себя при помощи этой программы. Соглашаемся с ней. Дальше у нас идет промывка миксера. Вот эта вот шоколадница, она находится внутри. Сейчас покажу, как ее снять. Миксер. Значит, вот эта крышечка у нас вот так вот вынимается. Ее можно аккуратно снять. И тут внутри у нас миксер. Вот эта штука, которая сейчас моется водой, сама себя промывает. Но если вдруг она у нас загрязнилась, что у нас вот здесь вот шоколад не проходит, и пошла вода, и пошел шоколад верхом, вот здесь вот подтеки появились, то необходимо отстегнуть вот эту штучку. Видите здесь? Вот эта вещь. Вот так вот. Необходимо отстегнуть тогда миксер. Вот таким вот образом его вынуть. Пластик довольно мягкий, не ломается. Вот он сейчас чистенький, чистенький, видите? Ну да, у вас в старой системе была точно так же все. А надо это мить? Не обязательно. Она вся себя промывает. Собрали, застегнули обратно. Все, машинка теперь что у нас просит? Вот, очистите машину сейчас. Но это теперь речь идет о том, что нужно кофейную часть очистить. Опражните емкость для кофейной гущи. Все, вынули. Вот за эту штуку не тягайте, отломайте рано или поздно. Если здесь кофейной гущи будет очень много, вы ее кто-нибудь берите вот тогда, вот так вот, бережно. Все, установили. Теперь машина просит открыть секцию ручной загрузки. Вот она где находится, между кофейными бункерами. Вот здесь вот такой шарик, который мы открываем, берем таблеточку и бросаем туда. Все, секцию закрыли, и машина просит. Таблетка вставлена, да, вставлена. Подтверждаем, да. Все, погнали. В принципе, на этом промывка закончится. Все. Бывает такое, что в ходе промывки машинка выдала ошибку. 161, 165, 166. Вот в этом баке воды иногда не хватает воды для промывки. Нужно вынуть бак и проверить, полный он или пустой. Сделать заявку, рассказать об этом, что вечером при промывке бак был пустой, фильтр нужно либо ремонтировать, либо увеличивать количество баков и так далее. Теперь, для чего мы оставили моющее средство для молока горячим? Смотрите, у нас сейчас трубочка новая, ее мыть не нужно очень сильно. А так вообще для того, чтобы вот эту трубочку помыть, если в ней отложились какие-то жировые накопления, жир, если отложился, берем и с мыльной рукой вот таким вот образом проминаем ее и вытягиваем весь жир через отверстие. Для этого необходимо снять трубочку. Она у нас вынимается вот здесь, вот здесь вынимается. И вот она у нас идет в капучинатор через вот это отверстие. Чтобы вынуть капучинатор, у нас здесь есть специальная кнопка. Ее можно нащупать, сейчас попробуем ее показать. Вот квадратная здесь, видите? Вот мы ее нажимаем, и капучинатор вываливается. Иногда его нужно вытянуть силой, но чуть-чуть посложнее. Сейчас будем ее разбирать. Держите, показывайте. Чтобы его разобрать, вот здесь вот две кнопочки, видите? Раз кнопочка, два кнопочка. Ну это как бы части капучинатора, но они выполнены специально как кнопки. Когда мы раздвигаем вот эти вот крылышки, мы можем нажать на кнопочки аккуратно. Но при этом не отломайте. Крылышки они хоть и эластичные, вот видите, они эластичные крылышки, но при этом если сильно их на 90 градусов повернуть, то отломаются. Ну и все, теперь мы можем трубочку вынуть. Это трудно, но она отключается. Вот этот капучинатор, если у нас сильно загрязнился, если мы видим вот на внешней части вот здесь белый налет, что отсюда вот снизу так посмотрели, капучинатор здесь вот белый, можем его просто бросить вот так вот на ночь в это моющее средство. Вот так. Эту часть тоже отключить можно. Вот таким вот образом отключаем. И тоже сюда можно бросить. На ночь, с утра, вот после такого моющего средства, щелочного, специального для молока, все моющее средство, пойдемте мыть его. Тоже самое трубочку можно снять. Бывает так, что вот этот штуцер, вот эта трубочка, которая к шоколаду подключается, отвалилась от капучинатора, ну при промывке, если вы так разгораете. Для этого ее необходимо обратно установить. То есть тоже ничего сложного нету здесь. Здесь вот видите, специальный шпенек есть. Вот показываю, видите, такая штучка. А здесь отверстие есть специальное. Этот шпенек вставляется вот в это отверстие до щелчка. Все, капучинатор собран. Трубочка капучинатора в эту сторону направлена. Значит и шоколад должен быть в эту сторону направлен. Устанавливаем дальнюю часть, потом нижнюю часть. И все, вот он закреплен. Теперь монтируем трубки обратно. Вот пружинка вот эта, это очень важная штука, пружинку не потерять. Не будет пружинки, будет шоколад ломаться постоянно. Все, установили. Теперь ищем трубочку. Сюда не обжигайтесь, вот здесь осторожно. Все, одели. Протянули обратно. Видите, здесь отверстие раз. Вот здесь отверстие два. Вот здесь специальный щель для трубочки сюда вставляется. Сейчас вода перетечет и будем устанавливать капучинатор. Все. Капучинатор устанавливается обратно очень просто. Назад до щелчка. Проверили, что он не вываливается. Все, машина готова к работе. С двух сторон проверили. Капучинатор плотно сидит, можно работать.